Это новости на канале ВКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Чтобы встать на лыжи, нужно сначала встать на парковку. Где найти машиноместо на Красной Поляне? В этом году там есть и бесплатные стоянки. Нет гореуправленцам и стихийным свалкам. С чем еще город будет бороться, стало известно на планерке главы курорта. Елене Весниной вручили знак почетного гражданина Сочи. Чемпионка планирует открыть здесь академию тенниса. Лучшие лучники Кубани собрались в Сочи. Стартовал чемпионат Краснодарского края по стрельбе из лука. Новый перинатальный центр появится в Сочи уже в следующем году. Это позволит оказывать высокотехнологичную помощь женщинам уже на ранних сроках беременности и выхаживать недоношенных детей с весом от 500 граммов. 25 лет. Сегодня научные институты работают практически в каждом регионе страны. С 8 по 15 год было построено 25 перинатальных центров. В 14 году по настоящую пору у нас строится 32 перинатальных центра. Но работа эта завершается не во всех регионах. Было принято решение перенести сроки на следующий год. Запланированные на перинатальные центры средства из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделены. В Краснодарском крае работают 5 перинатальных центров. Еще один появится в Сочи. Все они оснащены современным оборудованием, отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В крае увеличилась рождаемость и снизилась младенческая смертность. Сократилось количество абортов. За 10 месяцев на Кубани родилось почти 61 тысяча детей. Сегодня высокотехнологичное оборудование и вовремя оказанная медицинская помощь позволяют оперировать младенцев, у которых есть врожденные пороки развития и другие патологии. Сочинский Фишт прошел еще одну проверку. Сегодня готовность стадиона к чемпионату мира оценили Виталий Мутко и Вениамин Кондратьев. Заместители председателя правительства России и губернатор Кубани осмотрели футбольное поле и даже посидели на зрительских трибунах. К проведению чемпионата мира и матчам Кубка Конфедерации должны быть готовы и тренировочные площадки. Чтобы уложиться в график, строят их даже несмотря на сильный дождь. К сегодняшнему дню там уже положили газон для футбольного поля и подвели все коммуникации. Однозначная позиция, что сегодня создается для чемпионата мира, останется для нашего детского спорта. Это серьезные деньги. После чемпионата мира мы никогда их не возьмем и никогда уже такого не построим. В этом году это контрольная проверка стадиона и тренировочных площадок. После осмотра спорта объектов проведение матчей чемпионата мира Виталий Мутко и Вениамин Кондратьев обсудили на совещании. Сегодня на федеральной трассе Джубга-Сочи введено реверсивное движение. В районе Огойского перевала в результате обильных осадков повреждено дорожное полотно. Ведутся восстановительные работы и водителям рекомендуют пользоваться объездным маршрутом через Шаумяновский перевал. К другим новостям. Шесть машин пострадали накануне в ДТП. Сразу две аварии произошли вечером на старой дороге в поселок Красная Поляна. Сначала не справился с управлением водитель УАЗа. Столкнулся с Мерседесом. Образовавшийся затор, видимо, помешал правильно сориентироваться водителю КамАЗа. Он не справился с управлением и врезался в Ниссан Тиана, УАЗ и Тойоту. Как сообщили в сочинском полку ДПС, обошлось без жертв. По сообщению Краевого управления МЧС, ночью и утром 14 декабря ожидается усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду. Просьба быть осторожными. Тем не менее, на подходе к горнолыжной сезону уже с 25 декабря на Красной Поляне ожидается небывалый наплыв гостей. По данным туроператоров, Сочи вместе с Москвой и Санкт-Петербургом лидируют по запросам туристов на новогодние каникулы. Но наличие снега уже сейчас позволяет кататься. Насколько удобно будет лыжникам пользоваться своим транспортом и где его можно будет припарковать, узнала Елена Овсецина. Пока гостей на Красной Поляне еще не так много, все ждут открытия горнолыжного сезона. Основной наплыв будет на новогодних каникулах. Как уверяют организаторы зимнего отдыха, в этом году с парковкой личного транспорта проблем быть не должно. Но все же власти предпринимают дополнительные меры, чтобы не допустить транспортных перегрузок. На время новогодних и рождественских праздников гостей Красной Поляны призывают отдать предпочтение общественному транспорту. Тем более, что подвижной состав как электропоездов «Ласточка», так и автобусов будет увеличен. К примеру, интервал движения автобусов на самой Красной Поляне составит 5-7 минут, а провозная возможность от 800 до 1000 человек в час. Созданы перехватывающие парковки на въезде Веста-Садок и на улице Очешковская. На трассе от Магри до самой Красной Поляны установят дополнительно 7 мобильных табло с оперативной информацией о количестве свободных парковочных мест и возможных ограничениях на въезд в горный кластер. Между тем, горнолыжные курорты вовсю создадут дополнительные парковочные места. К примеру, на Розе-Хутор у финишной зоны «Роза-Стадион» обустроена новая парковка на 800 машин и мест. Это вдобавок уже имеющимся машинаместам в долине. Установлено специальное табло, показывающее наличие свободных мест. Мы организовали практически вторую зону входа в наш курорт. Она находится на отметке 960 метров. Это объект, так называемый «Роза-Стадион», который включает в себя огромную парковку на 800 машин и мест. В прошлом году у нас там было порядка 250, в этом году мы довели до 800 машин и мест. Причем парковки бесплатные. Кстати, в пешей доступности от новой высокогорной парковки находится станция канатной дороги с пунктом продажи скипасов. И здесь они будут стоить дешевле, чем внизу. А на курорте «Горки» город, кроме подземных парковок, обустроены места для машин на высоте 540 метров, там 1350 мест и 234 парковочных места на отметке 960 метров над уровнем моря. Мы располагаем одной из систем мировых лидеров, что позволяет отслеживать, скажем так, состояние парковок. Это система скидата. Она идентифицирует каждую машину, поэтому инцидентов я очень надеюсь, что в этом году мы избежим. Поэтому мы располагаем платной парковкой, естественно. Но для проживающих у нас целая разработанная система скидок. Не останутся без возможности припарковать свои автомобили гости горно-туристического центра «Газпром». Здесь построены многоуровневые стоянки, в том числе на территории Альпека-сервис. Сейчас городские власти вносят коррективы и в работу экскурсионные сферы. На полпути между горным и прибрежным кластерами на автомобильной развязке у села Молдовка будут дежурить сотрудники всех трех горнолыжных курортов «Роза Хотор», «Газпром» и «Горки-город». Их цель – проверять наличие пропусков для экскурсионного транспорта. Для таких автобусов будет создана единая диспетчерская служба. Помимо этого, на дорогах самого горного кластера и на подъезде к нему выставят 14 мобильных постов ДПС, которые будут перераспределять транспортные потоки. В целом же горный кластер сможет единовременно принять 4722 машины. Именно столько мест предусмотрено на парковках. Въезд на Красную Поляну разрешается только на зимней шипованной резине. Автомобилистам, планирующим поездку в горы, рекомендуется заранее учесть это обстоятельство. Гелена Всецна, Димит Даниловский, телекомпания «ФКТ». Готовность к наплыву туристов горнолыжных курортов накануне проверил и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Вместе с вице-губернатором Андреем Алексеенко осмотрел парковочные места на горке «Город», «Роза Хотор» и у вокзала «Эста-Садок». Прежде всего, глава города обратил внимание на состояние дорожного полотна. После рекордного количества выпавшего в Красной Поляне снега остались сугробы вдоль дороги и на тротуарах. Больше всего нареканий пришлось на долю железнодорожного вокзала «Эста-Садок» и самой трассе. Анатолий Пахомов обратился к федеральным и краевым собственникам с просьбой оперативно расчищать проезжую часть и пешеходную зону. Есть и необходимость установки дополнительных дорожных знаков. В целом, отметили проверяющие, готовность к зимнему сезону высокая, но работать есть еще над чем. Правильно и четко расставить приоритеты помогут специалисты, которые входят в состав координационного штаба. Курировать эту работу будут Департамент транспорта, Министерство курортов «Край» и Администрация Сочи. С 28 декабря по 8 января начнет работать краевой штаб, в состав которого выйдут вице-губернаторы, руководители органов исполнительной власти и представители муниципального образования город-курорт Сочи. Соответственно, этот штаб будет обеспечивать координацию работы всех служб и оперативно реагировать на какие-то возникающие проблемы. Средства размещения, парковки и подъемники готовы принять с туристов. Кстати, оставлять свои автомобили гости смогут не только в долине Роза-Хутор, но и на высоте 960 метров. Там эскипасы намного дешевле. А вот торговая сеть еще требует доработок. Руководители горнолыжных курортов должны решить все вопросы с сетевиками, складскими помещениями и доставкой продуктов. 25 числа Роспотребнадзору нужно внимательно и оперативно поработать над тем, чтобы в этом году и сети быстрого питания, и торговые сети, во-первых, были, чтобы были услуги таковые, а во-вторых, чтобы эти услуги были качественными. Качество и комфорт многочисленным туристам должны быть обеспечены во всем, начиная от наличия волонтеров до мер безопасности. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ Город готовится ко встрече многочисленных любителей зимнего отдыха. Сегодня практически все планерное совещание в администрации города было посвящено теме предстоящих праздников и непогоде, которая разыгралась на побережье. Вторую неделю погоды испытывает Черноморское побережье на стойкость и проверяет готовность коммунальных служб. Кстати, глава города высоко оценил сегодня работу коммунальщиков. 80% территории Красной Поляны было очищено от снега, которого выпало там больше обычного. Да и на побережье в разгар стихии все службы оперативно реагировали. А вот деятельности управляющих компаний, таких как, например, Сочи Жилсервис или Югструйсервис, Анатолий Пахомов остался недоволен. С людей собираетесь, что за наглость? С бабушек, с пенсионерок собираете копейки, прожираете их и ничего не делаете. Где совесть? Вместо руководителей управляющих компаний на совещание пришли сотрудники, которые ни на один вопрос ответить не смогли, объяснив отсутствие вышестоящих болезнью. Наша съемочная группа решила проверить эту информацию. Дома руководителя не оказалось. Нашли его в офисе. Так как я уже второй день болею, просто пью лекарства, на работу выхожу, но как бы такое состояние болезненное, много текущих вопросов, которые приходится решать. Конечно же, больничный одного руководителя не может стать причиной плохой работы всего дома управления. А ведь отзывы людей, проживающих в домах, находящихся в управлении Сочи жилсервиса, нелицеприятные. Мне довольны. Во-первых, убирается очень плохо. Подъезды у нас без ремонта, они ремонт в подъездах не делают. За что мы платим за содержание дома? Наши деньги куда уходят? Под 400 по 500 рублей каждый месяц. Ничего не делается. Вячеслав Камнев согласен с нареканиями и пообещал в дальнейшем наладить работу. А предприниматели так и не заключают договоры с САХом таких объектов в городе 6800. Они привыкли пользоваться контейнерами, за вывоз мусора которых оплачивают горожане. Теперь контейнерные площадки перенесли во дворы домов. Такая вынужденная мера должна была заставить торговую сеть серьезнее отнестись к проблеме утилизации своего мусора. Но вместо этого торговцы стали организаторами стихийных свалок. Глава города дал неделю, чтобы в этом вопросе был наведен порядок. Сочи планирует принять в новогодние и рождественские дни многочисленных гостей со всей страны. Поэтому, когда отступит непогода, 24 декабря пройдет общегородской субботник. Те, кто собирается использовать на праздники пиротехнику, должны получить разрешение. Несанкционированных фейерверков, салютов быть не должно, заявил мэр, как и новомодных беспилотников. В целях безопасности они могут летать только с согласия собственников объектов. Этот вопрос будет вынесен на ближайшее заседание антитеррористической комиссии. От торговли сегодня была поставлена задача завести на Красную Поляну столько продуктов питания и по нормальным ценам, чтобы со стороны горнолыжников не было нареканий. О нарядном и праздничном Сочи должен встречать гостей уже 19 декабря. По сути дела, неделя целая впереди, и она должна быть нацелена, что все до единого торговые объекты – это красота, это привлекательность и все остальное. Такого нет. Я не вижу этого. Путевки в зимний период на все горнолыжные курорты раскуплены. Много туристов ожидается и неорганизованных. Но независимо от того, кто и откуда к нам приедет, Сочи просто обязан произвести позитивное впечатление. В общероссийский день приема граждан в Сочинской администрации рассмотрели десятки вопросов и проблем жителей курорта. По поручению Анатолия Пахомова прием граждан провели пять его заместителей. Что волнует сочинцев и как снизить количество обращений граждан? Эти и другие вопросы первый вице-мэр Мугдин Чермит обсудил с начальником управления по работе с обращениями граждан Еленой Романовской. За время приема к заместителям мэра Сочи обратились 38 граждан. Четверых заявителей в режиме видеоконференции связали с краевой администрацией. По словам начальника управления по работе с обращениями граждан, сочинцы волновали вопросы предоставления жилья, капремонта, переселения из аварийного жилья, затрагивают горожане и проблемы вода, газоснабжения, а также канализования. В целом же в текущем году в администрацию поступило 21 тысяча обращений граждан. По сравнению с прошлым годом цифра уменьшилась на 10%. Какие формы работы применяются исполнителями для объективного рассмотрения и на что вам кажется надо обратить необходимое внимание администрации города, администрациям внутригородских районов, для того чтобы более тщательно, оперативно решать эти вопросы? Снижение на 10% и в общем-то это связано, я думаю, с большой положительной динамикой решения вопросов, которые происходят в городе, все жители это видят. Надо максимально рассматривать практически все обращения с встречей с заявителями в свое изданное место для того, чтобы разобраться со всеми проблемами жителей, принимать их на личных приемах. С горожанами нужно чаще контактировать, подчеркивает первый вице-мэр. Именно в таком случае количество обращений будет уменьшаться. Исходы граждан должны проводиться ежеквартально, как сейчас это происходит в Хостинском районе курорта, куратором которого является Мугдень-Чермит. Думаю, что эту практику надо распространить на весь город. Люди будут понимать, что ежеквартально с ними встречаются, слышат и видят их проблемы волнующие, отвечают на них. Здесь же есть представители Сочи-Горгаза, здесь есть те, кто занимается дорогами, здесь есть те, кто занимается здравоохранением в городе, и так далее, и так далее по всем направлениям. Поэтому я думаю, что это, если мы работу организуем именно в таком формате, я думаю, что это вызовет, несомненно, снижение обращений граждан. Да, хорошо принято. Все думают. Напомню, общероссийский день приема граждан прошел накануне во всех госструктурах по поручению президента страны. Инга Габешия, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». В Сочи задержаны подозреваемые в краже ливневых решеток. Выйти на след злоумышленников помогла видеозапись городских камер наблюдения. Двое 25-летних подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности. Кражи люков и решеток они совершали и как ночью, так и днем. Перевозили похищенное на автомобиле. Выйти на след злоумышленников помогла изъятая запись камер видеонаблюдения. Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки была установлена машина, на которой передвигались злоумышленники. Вскоре их удалось задержать. Ими оказались двое 25-летних приезжих из сопредельного региона. Как рассказали подозреваемые в кабинете следователя, кражи они совершали в Центральном и Хостинском районах. Люки и решетки сдавали в пункты приема металла, а вырученные деньги тратили на собственные нужды. В отношении приезжих возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде решения свободы сроком до 5 лет. Объясниться придется и владельцам пунктов приема металла. В полку почетных граждан города-курорта прибыла заслуженному мастеру спорта России, олимпийской чемпионке 2016 года, неоднократные победительницы турниров «Большого шлема» и просто сочинке Елене Весниной вручили удостоверение и памятный знак почетного гражданина города Сочи. Расскажет Инга Габешия. Наградить званием почетный гражданин города Сочи известную сочинскую теннисистку Елену Веснину предложил глава курорта Анатолий Пахомов. В итоге за кандидатуру олимпийской чемпионки депутаты городского собрания проголосовали единогласно. Она настоящий патриот России, любит город Сочи и всячески способствует тому, чтобы город развивался. А продвижение курорта, оно еще зависит и от того, что постоянно называют, откуда человек. И когда говорят «Веснина», все знают, что это Сочи. Это здорово, правда? Памятный знак, к слову, золотой, и удостоверение почетного гражданина города Сочи Елене Весниной вручили при участии городской общественности. Сочинцы поблагодарили Веснину за участие в спортивной жизни курорта. Елена – единственная олимпийская чемпионка, которая проводит мастер-классы для юных сочинских теннисистов. Это безумно приятно, стать почетным гражданином своего города. Я стараюсь прославлять наш город. Я надеюсь, что у нас в будущем будет еще много чемпионов, олимпийских чемпионов. И мой пример, самой обычной простой девочке в городе Сочи, вдохновит и поможет и родителям, и детям верить в себя и идти к своей цели до конца. Спасибо вам большое. Спасибо. С недавних пор в Сочи проходят не только мастер-классы Весниной, но и кубок по теннису имени олимпийской чемпионки. Но это еще не все, уверяет Елена. Она и дальше планирует не просто прославлять родной город, но и развивать здесь большой теннис на самом высоком уровне. У меня очень много планов, и все они связаны с городом Сочи. Я бы хотела открыть Академию тенниса, чтобы у нас именно в самом городе Сочи были и теннисные корты, и многофункциональная база, где можно было и тренироваться, и восстанавливаться. И как раз будем с Анатолием Николаевичем обсуждать этот вопрос. Благодарность глава города выразил и родителям Елены. Как известно, первым тренером Сочинки был ее отец. Самой же Весниной пожелали новых спортивных побед. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Лучники из четырех муниципалитетов собрались в Сочи. На курорте проходит чемпионат края по стрельбе из лука. До 16 декабря спортсмены поборются за кубки и право участвовать в российских стартах. Татьяна Говоркова с подробностями. В зимний период лучники стреляют не на открытом поле, а в помещении. Площадкой для проведения чемпионата края и первенства стал универсальный зал Южного федерального центра спортивной подготовки. Сегодня и завтра за медали в личных и командных зачетах поборются лучники в возрасте от 17 лет и старше. Они представляют команды Анапы, Новороссийско-Красноармейского района и Сочи. У нашего спортсмена Романа Половинка все шансы занять почетное место бездестала. На недавно прошедшем соревновании в Новороссийске Рома смог набрать почти 300 очков. Я побил свой собственный рекорд. Выполнил норматив мастера спорта, но мне его не присвоят, так как на этих соревнованиях не было судьи высшей категории. Я надеюсь на этих соревнованиях показать высокий результат, чтобы уже знать, что я покажу какой результат на следующих соревнованиях. На этих соревнованиях получить звание кандидата в мастера спорта уже можно. Кроме того, показать хороший результат значит получить шанс войти в состав сборной команды края и выступить на всероссийском турнире. Он пройдет в конце декабря в Рыбинске. А пока участникам нужно будет пройти по два квалификационных круга и постараться набрать наибольшее количество очков. «Стреляет в 18 метрах, остается по 32 сильнейших спортсмена и затем они в личном первенстве разыгрывают золотые медали. Командные соревнования пройдут завтра. По итогам квалификационного раунда берутся сильнейшие команды и соответственно они тоже будут разыгрывать медали». Итоги чемпионата края подведут завтра, а после пройдет первенство, где за кубки поборются юниоры и юниорки. Их результаты станут известны 16 декабря. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Партнер выпуска новостей «Бизнес-центр Грант». В одном месте представлены материалы для отделки стен, напольные покрытия, мебель, климатическое оборудование и многое другое. Ну а все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.